Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот он где у меня. Аминь. Откровение, 19 глава, 19 стих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Толкование. Это развязка, последняя битва сатаны со Христом. Тьмы со светом. Как две рати, сошедшиеся на поле брани, стоят напротив, и противники хорошо видят друг друга, ибо их разделяет только поле, на котором вот-вот начнется жаркая кровавая сеча. Так видит святой Иоанн два воинства, готовых к сражению. Одно – звери антихриста и царей земных, другое – сидящего на коне, то есть Христа Вседержителя. Трудно себе представить, как именно воздвигнет антихрист эту брань на Христа. С одной стороны, здесь можно разуметь то сражение, на которое антихрист соберет царей земных всей вселенной в долине Армагеддон, вонный великий день Бога Вседержителя. В этой долине соберутся все цари и воинства земные, и антихристом будет брошен безумный вызов самому Богу и воинству Его. Также здесь можно разуметь вообще все то нечестие, богохульство и богоборчество, которого утвердит антихрист в своем царстве. Земля вооружается против неба, тварь поднимает руку на Творца, безумство восставшего на Бога человечества достигло вершин и пределов своего. О собрании нечестивых сказано во множественном числе воинства, по причине многообразия греха Его служителей. Ратники Христа названы в единственном числе воинством Его, по единству их воли и целостности. Все множество ангельских сил и равноангельских людей представляет собой единое воинство Христово. В начале времен, еще до сотворения человека, Сатана произвел на небе войну. Откровение 12 глава 7 стих. Тогда архангел Михаил со своими ангелами низверкнул с неба на землю. То было первое сражение дьявола с Богом. Теперь последняя битва. После бесчисленных, воздвигавшихся им во все времена борьбы света и тьмы, в первый раз на восставших ангелов Господь послал ангелов святых. Они низвергли нечистую силу, но не уничтожили. Тварь сражалась тварью. В последний раз Господь Сам, божественный всадник, с небесным воинством на белых конях является на битву, чтобы навсегда и окончательно уничтожить всех своих врагов. По прочтению 19 стиха читатель, естественно, ожидает описания сражения белого воинства небесного всадника с воинствами зверя и царей земных. Но такого описания нет. Сражение не последовало. Творец не сражается с тварью, восставшего на него. Он просто уничтожает ее. Итак, 20 стих описывает уничтожение предводителей, антихриста и лжепророка, а 21 уничтожение их воинств. Откровение, 19 глава, 20 стих. «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро Огненное, горящую серую». Толкование «Неудостоен был антихрист в сражении со Христом, но схвачен был зверь и с ним лжепророк. Велики они были через свои обольщающие чудеса перед людьми, казались непобедимыми и несравнимыми. Но сколь жалок и уничтожен их вид, когда они, маленькие, бессильные и злые, схвачены небесным всадником и не способны оказать никакого сопротивления. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящую серую. Вот и весь бесславный и позорный конец мнившего себя Богом и пророка его. Всегда помню это. Не бойтесь убивающих тела, душу же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в геине». Матфея 10 глава, 28 стих. Подобными словами описывает Священное Писание гибель Антихриста. Так Исайя говорит, что Господь жертвам уст своих поразит землю и духом уст своих убьет нечестивого. Исайя 11 глава, 4 стих. А апостол Павел непосредственно пишет об Антихристе, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит к явлениям пришествия своего. 2 Фессионокийцам 2 глава, 8 стих. Антихрист окончит свой земной путь пришествием Христовым. Так мы опять видим, что сектанты, учащие о восхищении Церкви перед великой скорбью и тысячелетнем Царстве после нее, вынуждены прийти к нелепой мысли о троекратном пришествии Христа. Мир в кончину века. Первое, перед великой скорбью. Второе, после великой скорби. Третье, после тысячелетнего царства на страшный суд. Итак, когда Христос явится судить мир, то первыми будут наказаны Антихрист и лжепророк. Причем их богомерзкое существо и нечестие будут столь очевидны, что они будут наказаны без суда. Сказано, и как человекам положено однажды умереть, а потом в суд. Евреям 9 глава, 27 стих. Но для Антихриста и лжепророка будет исключение из этого правила. Они не увидят первой телесной смерти, не будут судимы. Но будучи схвачены небесным всадником Христом, сразу без телесной смерти живые будут брошены в озеро огненное или гиену, в которой есть смерть вторая. Как Господь устами своими вдохнул дыхание жизни в первого человека, и тот стал душой живой. Бытие 2 глава, 7 стих. Так он духом уст своих убьет этого последнего бога противника. Причем убьет сразу смертью второй, без смерти первой. Это гиена, смерть вторая. Есть огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Матфея 25 глава, 41 стих. Но столь усердствовали люди во грехах, что в лице Антихриста и лжепророка попали туда ранее самого дьявола и бесов, которым это место предназначалось. Антихрист и лжепророк первые обитатели гиены. Таков ужасный конец зверя и его пророка, обольстивших людей проповедью о прекраснейшем и совершеннейшем обществе, которое они обещали построить. Какова же участь несчастных обольщенных людей? Откровение 19 глава, 21 стих. А прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Толкование. Опять сходство с Исаи 11 глава, 4 стихом. Антихрист нечестивый, убит духом уст его, а его последователи жезлом или мечом уст его. Меч же этот, Слово Божие, стих 15. Против чего боролись, от того и погибнут. Но если Антихрист и лжепророк гибнут от духа уст Господних, не претерпевая телесной смерти, то все прочие убиты телесно. В долине Армагеддон они все погибают, претерпев страшную смерть, предстают на суд, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. И пока души их в отчаянии и страхе ждут этого суда, который незамедлительно должен начаться, все птицы напитались их трупами. И неизвестно, какое зрелище будет жутко, мертвые для Бога души восставших на Творца, или их жалкие, обезображенные трупы, ставшие пищей хищных птиц. Стих 17-18. Это будет страшная трапеза, страшная вечера Божия. Стих 17. Тогда скажет Господь, как некогда говорил через Исаию беззаконникам, они бремя для меня. Исаия 1 глава, 14 стих. Так будут они ему и ангелам его неприятны и мерзостны. Да клевые птицы трупы нечестивых богоборцев. Кончается последний день вселенной. Небо, звезды, земля, люди кончили свой земной путь. Открываются врата страшного суда. Но прежде чем Иоанну будет показан этот суд, ему показываются еще два других видения о тысячелетнем царстве и Агоге и Магоге. Глава 20. В приложении 1-м было изложено хелиастическое учение о тысячелетнем царстве. Термин «хелиазм» происходит от греческого слова «тысяча». Эта древняя ересь о тысячелетнем земном царстве Христа непрестанно звучит ныне с сектантских кафедр. Также звучит их проповедь о скором втором пришествии Христа на Землю, которое произойдет невидимо для мира. Мир заметит только, что вдруг исчезли с земли верующие люди. Верующие же увидят грядущего Христа, мертвые воскреснут, а живые изменятся и восхищены будут навстречу Христу. Это воскресение первое. Неверующие же тут не воскреснут. Вследствие этого учения верующие живут каждодневно в напряженном ожидании пришествия Христова, которое может случиться в любой день. Для оставшихся на Земле разразится великая скорбь гонений Антихриста. Эта скорбь будет непродолжительна. Церковь в нее не войдет. Сектанты особо учешают себя тем, что им не придется испытать великую скорбь Антихриста. Потом, мол, снова придет Христос на Землю и создаст на ней свое Царство. Будет видимая чувственность Царства Христа на Земле, когда уже никто не будет искушаем как греху, когда будет царствовать добро, справедливость, братство, истина. Сатана на это время будет связан. Тогда исполнится все сокровеннейшие чаяния народов о Царстве Счастья на Земле. Главенствующую роль в этом Царстве будут играть евреи. Потом еще раз будет Сатана отпущен и подвигнет все народы Гога и Магога на восстание против Бога. И тогда придет конец Страшный Суд. В день Страшного Суда воскреснут все грешники и будут осуждены на вечной муке. Праведники на Страшном Суде не судятся, ибо уже ранее воскресли и царствуются Христом. Так проповедуют сектанты. Существуют всевозможные вариации этих эритических хитросплетений, но в основном они сходятся на том, что будет предварительное восхищение Церкви, а потом тысячелетнее земное Царство Христа. По ходу изложения православного толкования будет показана ложность хелиостического учения. На первый взгляд может показаться, что весь этот вопрос имеет чисто второстепенное значение и относится к области богословских мнений и споров, не имеющих никакого практического значения для спасения человека. Но именно в этом вопросе мы особенно убедимся, что нет ереси, которая бы не была пагубна. Далее разберем историю и гибельную сущность этого учения и увидим ту бездну, которую оно ведет. Откровение 20 глава с 1 по 3 стих «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет и не извергнул в бездну, и заключил его и положил над ним печать, дабы не приличал уже народы. Доколь не окончится тысячи лет, после же всего ему должно быть освобожденным на малое время». Толкование. Таково введение Иоанна о поражении сатаны и его тысячелетнем заключении. Причиной неправильного толкования этого введения является то, что некоторые толкователи ставят текст 20 главы в непосредственную связь с 19 главой и считают его продолжением ее. Для этого нет, однако, никакого основания, а разборы этого текста и других мест в Писании показывают полную неосновательность и ложность такого сопоставления. Иоанн видит ангела, сходящего с неба. Это Великого Совета Ангел. Исайя 9 глава 6 стих. Господь и Ангел Завета. Малахия 3 глава 1 стих. «Господь Иисус Христос именуется ангелом как посланник и вестник небес, как халатай Нового Завета». Евреям 12 глава 24 стих. То, что сходящий с небес ангел, который здесь видит Иоанн, есть именно сам Христос, видно из следующего. Во-первых, Он имел ключ от бездны. А мы уже знаем, что Сам Господь говорит о Себе, имея ключи ада и смерти. Откровение 1 глава 18 стих. «Он, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит». Откровение 3 глава 7 стих. «Ключи от ада и бездны никто не имеет, кроме самого Христа, сходящего в ад и пленившего плен». Эфесянам 4 глава 8 стих. «Во-вторых, в отличие от звезды, падшей с неба на землю, в Откровении 9 главе 1 стихе, который дал был ключ от кладези бездны, этот ангел не получал от кого-то ключ от бездны, но Сам имел его. А это приличествует только тому, кто Сам имеет всю власть над небом и адом, перед именем которого преклонил всякое колено небесных, земных и преисподних». Филиппийцам 2 глава 10 стих. «Самому Иисусу Христу». В-третьих, этот ангел изображается победителем сатаны. Таковым явился Христос, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3 глава 6 стих. «Он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колосиан 2 глава 15 стих. «Дьявол и сатана представляются, как и в 12 главе, в виде дракона, змеи древнего». Теперь можем подойти к одному из ключевых моментов толкования этого текста. Чтобы понять, что такое есть тысячелетнее царство, надо хорошо выяснить, с какого события оно начинается. Стихи с 1 по 3 как раз это и описывают. Тысячелетнее начинается с низложением сатаны Христом, описанного пятью выражениями. Первое. Он взял дракона. Второе. Исковал его. Третье. И низверг его в бездну. И четвертое. Заключил его. И пятое. Положил над ним печать. О том, когда все это произошло, ясно говорит Писание. «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Матфея 12 глава 29 стих. «Господь Иисус Христос, придя на землю через свое служение и учение, через крестную смерть и воскресение, расхитил вещи лукавого, а значит, прежде связал его. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 1 Иоанна 3, 8. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колосиным 2 глава 15 стих. «В первый раз Христос приходил на землю, приняв плоть и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Евреям 2 глава 14 стих. «Сатана был полновластным владыкой земли, но вот настал день Голгофы, день крестных страданий Креста. И Господь говорит, «Ныне суд миру всему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Иоанна 12 глава 31 стих. «Как ранее уже Господь говорил ученикам своим, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Луки 10 глава 18-19 стих. «Затрепетал сатана и все силы его, когда увидели Христа на земле и дела его. И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Матфея 8 глава 29 стих. «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну». Луки 8 глава 31 стих. «Но скоро пришло время и через крест. Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». 2 Петра 2 глава 4 стих. «И ныне ангелов, не сохранивших свое достоинство, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня». Иуда 1 глава 6 стих. А святой Иериней Леонский пишет, что в пришествии Христова дьявол в первый раз узнал, что он осужден в бездну и в гиену огненную. Итак, Христос в первое свое пришествие в мир через крест отнял силу у сатаны, лишил его державы смерти, подверг позору и восторжествовал над ним, изгнал и низверг его, разрушил дела его, связал узами адского мрака и заключил в бездну. А именно это и означает символическое действие ангела над древним змеем в видении Иоанна. После крестной смерти Христа и его славного воскресения сатана издан из мира и не является более его князем. Его особое место пребывания теперь это бездна. Большая цепь в руке ангела Христа это связующее и удерживающее действие Божие над сатаной. Над низверженным и заключенным врагом рода человеческого положил Христос печать своего креста, от которой трепетит вся сила вражья. Ее запечатывается сатана в бездну и не допускается до души и тела человека. Этой печатью запечатлевается всякое священное действие, отгоняющее и связывающее лукавую силу. С другой стороны, печать, положенная над сатаной, означает твердость охраны и то, что без воли положившего печать бездна, содержавшего сатану, никем не может быть открыто. Таким образом, тысячелетнее царство начнется не после второго пришествия Христова и великой скорби антихристовой, как учат хелиасты, но оно уже началось с первого пришествия Христова в мир. Голгофа вот начало тысячелетнего царства. В Откровении 11 главе 7 стихе сказано, что по окончании свидетельства двух пророков Ильи и Иноха дьявол выйдет из бездны и в лице антихриста победит их. По учению сектантов сатана будет связан на тысячу лет и заключен в бездну после низложения антихриста. Спросим тогда, как же он выйдет из бездны, если он туда еще и не заключен? Ясно, что сатана был заключен в бездну до деятельности антихриста. А до антихриста таким событием может быть только крестная смерть и воскресение спасителя. На основании Откровения 11 глава 7 стихе ясно также, что выходом сатана из бездны на малое время ознаменована деятельность антихриста. Так искупительной жертвой Христовой сатана был связан и заключен в бездну, дабы не пролещал уже народы. Но скажут многие, разве это так? Разве дьявол не ходит, как рыкающий лев, еще кого поглотить? 1 Петра 5 глава 8 стих. Разве невидимо ужершающее действие дьявола на мир? Основываясь на подобных рассуждениях, хелиасты утверждают, что сейчас сатана свободен, в будущем же будет связан на тысячу лет, и тогда уже никого не будет полечать к греху. Но мы уже видели однозначное свидетельство Писания о том, что Христос через крест связал сатану. И действительно, после совершения Христом искупления людей в жизни народов все совершенно преобразилось. Выражение «дабы не полечал» не означает, что никто не будет полечаем к греху. Слово «дабы» означает намерение, цель. С подобным мы встречаемся в Евангелии от Яна 3 глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для того, чтобы верующие во Христа не погибли, Он приходил в мир. «Но мы знаем, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Матфея 7 глава 21 стих. «То есть не всякий верующий во Христа спасется, хотя для этого приходил Христос. Намерение Бога не исполнено, так как верующие не выполняют условия спасения. Так и в нашем выражении «дабы не прельщал» указано намерение, цель относительно сатаны. Но не выполняющие необходимые условия, естественно, подпадают обольщению сатаны. Однако, если прежде человек не мог избежать сатанинского прельщения, ибо сатана был князь века сего, то теперь через спасительную печать Креста Христова всякий может оградиться от сатаны, ибо тот связан. Так святой Викторин пишет, «Кто бодро стоит в сердце своем против нечестивых обычаев, то есть священник, тот есть священник Христов, и по отношению к нему дьявол поистине связан. Дьявол и ныне ходит, как рыкающий лев, но как лев связанный и заключенный. Лев в клетке не менее свиреп, чем на свободе. Льва заточают в клетку, дабы никто не был растерзан, и люди находятся действительно в безопасности. Но неосторожно подходящие к самой клетке или входящие в нее претерпевают от резереного льва не меньше вред, чем если бы он был на свободе. Так и ныне люди, сами приближающиеся к лукавому, впадают в грех искушения. Люди же, прибегающие ко Христу, имеющие его печать, побеждают искусителя силой Креста и крови Христовой. Потому дерзновенно пишет святой апостол Иоанн, мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукаво не прикасается к нему. 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. Верный понимает эти слова апостола, ибо сподобляется пережить их на себе. Связанность сатаны практически можно обнаружить в таких трех явлениях. Во-первых, явное уменьшение власти греха над верующим человеком. Мы видим, как легко в Ветхом Завете даже праведники и угодники Божии впадали в грехи, от которых без особого труда бывают свободные рядовые христиане. Например, святой царь Давид. К нему приближается красивая женщина, и он, великий пророк и псаломопевец впадает в прелюбодеяние и убийство. Теперь же среди искренних верующих такие грехи почти не встречаются. И это не потому, что грех стал слабее или люди стали сильнее и менее склонны ко греху. Дело совсем в другом. Сейчас сатана связан, и верующий, прибегающий к искушению ко Христу, в искушение ко Христу, может в его силу побеждать грех. Когда человек взирает на Христа, то сатана бессилен, обольщает, но не может обольстить. Теперь мы впадаем в грех только потому, что сами не бодрствуем над собою и не прибегаем ко Христу. Во-вторых, связанность сатаны видна из того, что Господь дает своим последователям власть изгонять бесов, врачевать больных, воскрешать мертвых и даже прощать и оставлять грехи. Смотрите Марка 16, глава 17-18 Евангелие от Иоанна, 20-23 стих. Священно действует священник, и в бессильной злобе отступает связанный враг, нисходит благодать. Если бы сатана не был связан, то мог ли человек приказывать ему и его слугам? Мог ли он его изгонять? Мог ли прощать грехи? Конечно, нет. Жизнь святых это вереница примеров победы человека с силой Христовой над силами ада. В-третьих, связанность сатаны проявилась уничтожение и долопоклонство. Язычники, принося жертвы, приносят бесов, а не Богу. 1 Коринфянам 10, глава 20 стих. Но вот явился Христос, падает язычество, а с ним и это поклонение сатане. Рушится царство сатаны на земле. Осуществляется через 6 великих языческих царств. Окончилось это великое привлечение народов древним змеям. Царство Христов покоряет земли и народы. Так, через крест Христов сатана был связан и заключен в бездну, доколе не окончится тысяча лет. Хильяста утверждает, что это будет тысячелетнее царство Христов на земле, длящийся буквально тысячу лет, которое начнется после восхищения церкви и времени Антихриста. Но это явно противоречит тому, что тысячелетие начинается не после восхищения церкви, а сразу после первого пришествия Христова, после его искупительной жертвы на кресте. К тому же мы далее еще покажем, что никакого предварительного воскресения мертвых и восхищения церкви за тысячу лет до страшного суда не будет. Следовательно, сейчас и есть время тысячелетней связанности сатаны. Также никакого основания не имеет суждения, будто тысячелетняя связанность сатаны нужно считать со временем воцарения Карла Великого в 800-й год до намполеоновского времени 1800-го года. Время существования Священной Римской Империи в Европе. Сатана был связан не при Карле Великом, а при Христе на Голгофе. В данном случае тысяча лет вовсе не буквальные тысячи лет. Как в Писании, так и в сегодняшней речи слово тысяча часто употребляется в значении много. Мы часто пользуемся выражениями в тысячу раз, тысячекратно. Подразумевание число тысячу, а большое количество множество. Часто встречаемся с такими выражениями в Писании. Я Господь, творящий милость до тысячи родов любящим меня. Второзаконие 5 глава 9-й 10-й стих. Ибо передачами твоим тысячи лет как день вчерашний. Псалом 89-й 5-й стих. Вечно помни завет свой, слово которое заповедовал в тысячу родов. Псалом 104-й 8-й стих. Ты являешь милость тысячам. Иеремия 32-й глава 18-й стих. У Господа один день как тысячи лет и тысячи лет как один день. 2-й Петра 3-й глава 8-й стих. Везде в этих местах число тысячи образно означает великое множество. Апостол Павел пишет «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». 2-й коринфянам 6-я глава 2-й стих. «Не в будущем надо ожидать это время, оно вот теперь, теперь день спасения, которого Господа как тысяча лет». Также, кроме множества лет, число тысячи означает число совершенное, известное только самому Богу, и определенное им для нашего спасения». Святой Андрей Кисторичский пишет «Тысяча лет называется время от воплощения до пришествия Антихриста. Тысяча лет благоразумнее понимать не как таковое именно количество лет, но считать их или за многие годы, или за число совершенное. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Когда кончится время благоприятное, день спасения, тысячи лет связанности сатаны, тогда сатана снова будет отпущен и создав свое седьмое царство на земле в лице Антихриста. Снова утвердится культ сатаны, но все это на малое время, ибо ради избранных сократятся те дни. Матфея 24, глава 22, продлившись три с половиной года, и тогда придет конец, второе славное пришествие Христово, всеобщее воскресение мертвых, восхищение церкви, страшный суд и кончина века. Откровение 20, глава с 4 по 6 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу его, и не приняли на черта, ни на чело свое и на руку свое. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет, прочих же из умерших не ожили, доколь не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царство с ним тысячу лет. Толкование В стихах с 1 по 3 было описано связание и заключение сатаны на тысячу лет. В стихах 4 по 6 описано тысячелетнее царство, царствование Христа со святыми. Отметим сразу, что в этом тексте нет ни малейшего намека на чувственное земное царствование, на предварительное изменение твари, на земные блага. Речь идет только о духовном. Сначала Иоанн описывает тех, кто будет царствовать со Христом в этом царстве. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Какие престолы увидел здесь Иоанн? Поскольку престолов несколько, то нельзя здесь усматривать указания на престол Божий. Нет указания на прямую связь этих престолов с 24 престолами старцев, неоднократно виденную Иоанном в апокалипсисе, хотя и нельзя такую связь отрицать. Неправомерно видеть сидящих на престолах и всех христиан, которые, по словам апостола Павла, будут судить мир. 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. Так как на этих престолах сидят не все христиане, а только некоторые. Остальные же будут названы тайнозрителем потом. В первую очередь под сидящими на престолах следует разуметь апостолов. Так святой Андрей Кисарийский пишет, что святым апостолам даны учительные престолы, с которых просвещены были народы. Они будут даны им и в будущем веке для осуждения отринувших евангельскую проповедь. С апостольских престолов Иерусалима, Антиохии, Эфеса, Александрии, Рима были просвещены христианским учением народа мира. А о будущем веке говорил Господь апостолам. Сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Матфея 19, глава 28, стих. Апостолам и другим равноапостольным просветителям и учителям народов преимущественно представлены эти небесные престолы. Им дано было судить в церкви судом церковным. Им дано было судить об истинных догматах и ересях, об установлениях церковных. Они же своим учением и своей жизни осудят в будущем веке, не принявших истину и не ревнувшихся о благочестии. Другая группа царствующих со Христом это души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились верю ни образу его и не приняли на черта ни на чело свое и на руку свою. Это мученики всех времен, положившие жизнь свою за свидетельство своей веры в Иисуса и за проповедование Слова Божия. Особенно же подчеркнуто, что это те, которые не поклонились Антихристу, ни иконе его, не приняли печати его. Если не отделять краткое время царствования Антихриста от тысячелетнего Царства Христова и считать, что он надлится от времени основания Церкви Христом до кончины века, то здесь можно буквально разуметь тех мучеников, которые пострадают при Антихристе. Подходя же строго к тексту, необходимо отделять время Антихриста от времени тысячелетнего Царства. На этом указывается дважды. Доколе не окончится тысяча лет, после же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Откровение 20 глава 30 стих. И когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден. Откровение 20 глава 7 стих. Тогда возникает вопрос, как же будут царствовать в тысячелетнем царстве, не принявших Антихриста, если он явится только по окончанию этого царства. Ответ на этот вопрос мы можем извлечь из Евангелия и послания Иоанна Богослова, если спастись можно только через Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Деяние 4 глава 12 стих. То как могли спастись ветхозаветные праведники? Сам Господь об этом говорил так. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался, и прежде, нежели был Авраам, я есть. Евангелие от Иоанна 8 глава 56-58 стих. То есть день Христов простирается на все времена, и назад, и вперед. И Авраам, уверовав и обрезавшись, фактически принял через это самого Христа, и им был спасен. Так я бы антихристи, Иоанн пишет, дети, в последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время, 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. Так Иоанн в самом начале времени благоприятного мог писать о его конце, как о чем-то уже наступившем. Антихрист, человек греха, еще не пришел, еще не установил своей иконы, и не начал запечатлевать своих подданных, но уже теперь много антихристов, и последнее время. Так со времен Христа и апостолов, все, не поклонившиеся этим лже-христам и лже-пророкам, все, отвергающиеся мерзкого идолослужения и всякого безбожия и греха, все, сохранившие в челе свою правую мысль и творившие руками своими правые дела, уже фактически не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Таким образом, в этой второй группе виденных Яном можно разуметь всех христианских мучеников времени благодати. Всякий мученик, отрекаясь от мира, греха и сатаны и умирая за Христа, уже фактически не склонил своих колен перед грядущим антихристом и не принял его печати. «И увидел Я», пишет Я, «души обезглавленных». Не пишет просто обезглавленных, а именно души их. Этим подчеркивается, что Он видит этих людей, когда их души отделены от тела. Тела обезглавлены и мертвы, души же пребывают у Бога. То есть люди эти не пережили еще телесного воскресения, и души еще не соединены со своими телами. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочи же из умерших не ожили. Да коли не окончится тысяч лет, это первое воскресение. Не ожили. На основании этих слов хелиасты выдвигают свои два лжеучения. Первое о том, что перед кончиной века, примерно за тысячу лет до Страшного Суда, будет предварительное или первое воскресение из мертвых всех праведников, а грешники воскреснут только через тысячу лет в последний день, чтобы предстать на Страшный Суд. Второе лжеучение о том, что будет видимое Царство Христа на земле, в котором он будет царствовать вместе со святыми. Разберем эти два учения. Ложность учения хелиастов о двух воскресениях из мертвых и о предварительном за тысячу лет до кончины века восхищении Церкви видна и следующего. Первое. Нет ни одного места в Писании, где бы было сказано, что восхищение Церкви будет не в последний день при пришествии Христову на Суд. Также нет ни одного места о том, что воскресение праведников и грешников будет не одновременно в последний день. Второе. Укажем на нелепый вывод, которому приводят учения хелиастов, усиленно распространяемо ныне во многих сектах. По их учению получается, что должно быть четыре пришествия Христова и три воскресения. Первое. Когда Христос пришел в мир через Деву, чтобы спасти людей. Второе. Когда Христос невидимо для мира придет, чтобы восхитить Церковь, тогда воскресны только праведные. Это будет первое воскресение. Тогда восцарится Антихрист. Но он будет уничтожен через пришествие Христово, как сказано, что Антихриста Господь убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Второй глава 8 стих. Подобно поражение Антихриста через пришествие Христово описано в 19 главе Апокалипсиса. Это будет уже третье пришествие Христово. При этом произойдет и второе воскресение христиан и будет их царство. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Откровение 20 глава 4 стих. «Воскреснут опять-таки только праведные, ибо прочие из умерших не ожили, доколе не окончатся тысячи лет». Откровение 20 глава 5 стих. И в четвертый раз Христос придет на землю после тысячелетнего царства, чтобы совершить суд. Тогда только воскреснут грешники. Откровение 20 глава 12 и 13 стих. Это будет третье воскресение из мертвых. Так не слишком нелепо и надумано учение о четырех пришествиях и трех воскресениях? Третье. Священное Писание говорит только о двух пришествиях Христовых. О первом для спасения мира и о втором для суда над миром. Христос однажды принеся себя в жертву, чтобы поделять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающего во спасение. Евреям 9 глава 28 стих. Еще сказано «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». Иван Гриат Иоанна 3 глава 17 стих. И там и там речь только о двух пришествиях для спасения и для суда. Не сначала праведники будут прославлены и вознагреждены, а потом через тысячу лет наказаны грешники. «Но придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам Его». Матфея 16 глава 27 стих. То есть одновременно получат воздаяние и праведные и грешные. Причем здесь ясно сказано, что для праведных Он придет во славе, а не тайно и невидимо для мира. И еще сказано, «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по праву свою сторону, а козлов по левую». Матфея 25 глава 31 по 33 стих. Опять мы видим, что не отдельно будет приходить Христос для праведных и для грешных, один раз для тех и других. Когда Он придет, то среди народа будут и те и другие и только тогда их разделят. И опять сказано, что для праведных Он придет во славе, а не тайно и невидимо. Спросим Хелиастов, о каком пришествии Христом сказано в Матфея 25 главе 31 по 46 стих. Если это о восшествии церкви, то как же грешники предстанут перед Христом, ведь Он явится невидимо для них. Если о следующем Его пришествии перед тысячелетним царством для поражения Антихриста, то, во-первых, откуда праведники, ведь они уже ранее восхищены. И как грешники посылаются в гиену в огонь вечный, стих 41, если им еще только через тысячу лет надлежит воскреснуть и предстать перед страшным судом. Не могут ведь они за тысячу лет до страшного суда попасть в гиену. Если это о последнем пришествии на страшный суд, то как на него попали праведники, уже давно воскресшие, восхищенные и соединившиеся Христом. Да и что за тысячелетнее царство благоденствия, в котором есть голодные, нагие, больные и даже темницы. На последний вопрос могут возразить только тем, что после тысячелетнего царства будет еще восстание Гога и Магога, и тогда опять будут праведные и грешные. Тогда все эти слова Христа Матфея 25 глава 31 по 46 стих надо относить не к людям всех времен, а только к тем, что будут при восстании Гога и Магога. Таким нелепым выводом должны прийти хилиасты. Остается еще их спросить, почему же они сами все-таки в своих проповедях применяют эти слова Христа к ныне живущим верующим, и совсем не думают, что это будут только те, кому выпадет жить при Гоге и Магоге. Так, из простых слов Христа о своем пришествии на суд они выстраивают такие запутанные и противоречивые системы, о которых вовсе ничего не говорит Писание. О том, что будет только одно пришествие Христа на суд, а праведники и грешники вместе будут на земле до этого дня, ясно говорит притча о плевелах на поле. Матфея 13 глава с 24 по 30 стих из 38 по 43 стих в ней праведники изображены как пшеница, а неправедные как плевелы. И сказано оставьте расти то и другое вместе до жатвы, а жатва есть в кончине века. Таким образом никакого предварительного восхищения праведных не будет и вместе все будут на земле до пришествия Сына Человеческого в кончину века. Вопреки словам Христа Хелиасты не оставляют пшеницу и плевелы расти вместе до кончины века, но собирают пшеницу на тысячи лет ранее. К тому же жнецам ангелам будет сказано соберите прежде плевелы. Хелиасты же собирают наоборот пшеницу на тысячи лет прежде плевел. Четвертое. Священное Писание ясно учит, что Церковь будет на земле до кончины века и не будет взято с земли на тысячу лет ранее. Тем более не будет взято ранее пришествие Антихриста. Это мы уже видели в притче о плевелах, где сказано, что пшеница сыны царствия будет до жатвы, в которой есть кончина века. Также Господь прощаясь со своими учениками перед вознесением на небо сказал им, сидя с вами во все дни до кончания века. Матфея 28 глава 20 стих. То есть Церковь будет на земле до кончания века. И Господь обещает никого не покидать своих учеников, пока Он Сам не придет за ними в кончину века, а не на тысячу лет ранее. Сказано также о Таинстве Святой Евхаристии. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу всю, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. 1 Калимфинам 11 глава 26 стих. Значит, до кончины века будет Церковь, будет апостольское священство. Матфея 28 глава 20 стих. Будут совершаться святые таинства. О том, что Церковь не будет восхищена до Царства Антихриста, ясно говорят все те места Писания, где описана борьба Антихриста с Церковью и со святыми. Откровение 12 глава 4 по 6 стих. И 14 стих. Откровение 13 глава 7 стих. О том, что пришествие Христово не будет прежде Антихриста, как учат ныне сектанты, ясно пишет апостол Павел. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашим собраниям к нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели. В скобках Антихрист. 2 Фессионалликийцам, 2 глава с 1 по 3 стих. Здесь апостол днем Христовым называет пришествие Христа и собрание верных к Нему, то есть то, что сектанты называют восхищением Церкви. Так вот, апостол убедительно просит и умоляет не верить тем, кто утверждает, как ныне сектанты, что это прежде Антихриста. Нет, пишет он, прежде откроется Антихрист. Учащих же подобно он прямо называет обольстителями. Остается только удивляться тому, как люди, читая этот текст, продолжают говорить о предварительном восхищении Церкви. Воистину, это уже не заблуждение, а обольщение. Священное Пятое. Священное Писание учит так же, что будет только одно общее воскресение из мертвых для всех людей, и праведных, и грешников. И будет она в последний день, в кончину века. Никакого же воскресения праведников за тысячу лет до воскресения грешников не будет. Об этом говорят уже рассмотренные нами слова Христа. В Матфея 13 главе 24 по 30 стих, также 38 стиха по 43 стих, и Матфея 25 глава 31 по 46 стих. Кроме того, об этом Спаситель говорил еще так, ибо наступает время, в котором все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изудут творившее добро в воскресении жизни, а делавшее зло в воскресении осуждения. Иоанн Гриот Яна 5 глава 28 29 стих. Не говорится о разных временах воскресения для делающих добро и для делающих зло, но говорится в единственном числе о времени, в котором воскреснут те и другие. То, что отдельно называется воскресение жизни и воскресение осуждения, говорит не о разных их временах, а о разных качествах. Одни воскреснут для жизни на небе и получат соответственно тела. Филиппийцам 3 глава 21 стих. А другие воскреснут для осуждения в огонь гиены и получат соответственно тому тело, как и сказано, что многие спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Даниил 12 глава 2 стих. Особенно ясно учил Иисус Христос об одном общем воскресении всех и праведных и грешных в своей речи о небесном хлебе жизни. Будут ли еще дни после последнего дня? Потому и называется последние, что после него дней уже не будет. Так вот Христос учит, что все праведники воскреснут не за тысячу лет до последнего дня, а именно в последний день. Воле же пославшим меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. И еще воля пославшим меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И вот еще никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец пославший меня, и я воскрешу его в последний день. И еще едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39, 40, 44, 54 стих. То, что именно так и поняли ученики Христа, что праведники воскреснут в последний день, а не за тысячу лет до Него, мы видим из евангельского повествования, когда Христос пришел в Вифаневе, в дом умершего Лазаря, и сказал сестре о Марфе, воскреснет твой брат. Марфа сказал ему, зная, что воскреснет, воскресенье в последний день. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 24 стих. Так православная церковь и не верит в одно общее воскресенье всех в последний день. Так православная церковь и верит в одно общее воскресенье всех в последний день. Как же тогда должно разуметь слова Иоанна, об оживших для тысячелетнего царства первым воскресеньем? Из всего выше рассмотренного ясно видно, что нельзя понимать так, будто бы будут два или более разделенных во времени телесных воскресенья. Некоторым указанием к разумению того, что есть первое воскресенье, служит другое выражение апокалипсиса смерть вторая, которая есть гиена огненная. Как ясно, что нет двух разделенных во времени телесных смертей, так и не будет двух воскресенья тел. Речь же идет о первом и втором в качественном смысле. Святой Андрей Кессарийский так пишет об этом. Из Божественного Писания мы знаем, что две жизни и два умерщвления, то есть две смерти. Первая жизнь за преступление заповеди, временная и плотская. Вторая же по соблюдению Божественных заповедей, обещанная святым, жизнь вечная. Соответственно, всему есть и два рода смерти, одна плотская и временная, а другая посылаемая в будущем в наказание за грехи вечные, то есть гиена огненная. Имеем также различия и между мертвыми, одних, о которых сказал Исаия, что они не оживут, Исаия 26, глава 14, и которые своими делами приносят зловоние и умерщвление. Нужно избегать других же умерщвляющих во Христе помышления плоти с распинающихся Христу и мертвых для мира должно восхвалять. Явное и достойное сожаление суть мертвецы те, которые не спогреблись Христу и не воскресли с Ним в крещении, но пребывают в греховной мертвенности. Они не живут с Ним, пока не пройдет тысячи лет, то есть совершенное число лет, продолжающиеся, как выше упомянуто, с первого пришествия до славного явления второго. Но как родившиеся от земли, а не от духа, в землю и возвратятся, ибо их смерть начало их будущих мучений, а принявшие участие в воскресенье первом, в первом воскресенье, то есть восстание от умерщвляющих помышлений и мертвых деяний суть блаженны, ибо они не испытывают второй смерти или бесконечных мучений. О первом воскресенье от первой смерти так пишет апостол Павел «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе и Иисусе». Эфисианам 2 глава 5-6 стих «И в другом месте посему сказано «Стань спящей и воскресни из мертвых и осветить тебя Христос» Эфисианам 5 глава 14 стих «О первом духовном воскресении в таинстве святого крещения так сказано «Быв погремены с Ним в крещении в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога Который воскресил его из мертвых и вас Которые были мертвы во грехах оживил вместе с Ним простив нам все грехи» Послание Колосина 2 глава 12-13 стих «Об этом же говорил и Отец блудного сына Сей был мертв и ожил пропадал и нашелся Луки 15 глава 13-14 стих «И сам Господь Иисус Христос говорил об этом так «Слушащий Слово Мое и верующий в пославший Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь» Иван Гриотианов 5 глава 24 стих «Прочи же из умерших не ожили это не родившийся свыше не уверовавший во Христа не омывший кровью Христовой и не воскресший для новой жизни через таинство крещения это пребывающий в мертвых делах века сего это мертвые для Бога души следует еще обратить внимание что в рассматриваемом нами тексте апокалипсиса стих 4 слова «они оживут» стоят в явной связи и как бы противопоставление словам души обезглавленных то есть в этом оживлении речь идет не только о духовном воскресении от мертвых дел в таинстве крещения но об этом оживлении от обезглавления при этом не должно разуметь воскресение тел которое произойдет как мы видели в последний день о мучениках и усопших святых сказано что все сии свидетельствован вере не получили обещанного в том числе и воскрешенного тела потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее дабы они не без нас достигли совершенства евреям 11 глава 39-40 стих также Иоанн видит тела обезглавленных и не говорит что тела воскресли они обезглавленными ушли в землю как и сказано что возвратится прав в землю экклесиаз 12 глава 7 стих о праведном нищем о праведном нищем Лазаре так сказал Господь умер нищий и отнесен был ангелами на лона Аврамова Луки 16 глава 22 стих это есть завершение первого воскресения когда душа воскресшая верой в святом крещении по разделению с телом идет к Богу на лона Аврамова и там упаковывается в непосредственной близости к Богу ожидая всеобщего второго воскресения своего соединения с прославленным телом и вечного царства славы душа переходит из греховной жизни и земной жизни из своей телесной обители вечной обители Отца Небесного ибо мы знаем ибо знаем что когда земной наш дом эта хижина разрушится мы имеем от Бога жилище на небесах дом нерукотворенный вечный 2 Коринфянам 5 глава 1 стих и разбойнику на кресте было сказано ныне же будешь со мной в раю Луки 23 глава 43 стих это видение соответствует и тому что Иоанн еще ранее увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство которое они имели Откровение 6 глава 9 стих А слова прочие же из умерших не ожили означает что не родившиеся свыше от Духа Божия люди после телесной смерти сходят в ад в места мучительные Так сказано о богаче умер и богач похоронили его и в аде будучи в муках он поднял глаза свои увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его Луки 16 глава 23 стих Это есть некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников евреям 10 глава 27 стих Ну тут дальше все продолжается продолжается Надо докончить Докончить Никак не пойдет до следующего стиха Итак можно подытожить сказанное о первой смерти и первом воскресении В первой смерти через грех человек разделяется с Богом Душа теряет свет и истину впадает в грехи Тело ослабевает болеет и умирает В первом воскресении душа через веру и таинство воскресает от грехов и обретает дар божественной вечной жизни По смерти тела она переходит в небесные обители Бога и болженствует с ним Теперь остановимся еще раз на втором лжеучении Хелиазма о видимом земном царстве Христа основываемом на словах и царствовали со Христом тысячу лет То что такое видимого тысячелетнего царства на земле не будет следует из-за одного пришествия Христова на суд и одно всеобщее воскресение всех Кроме того если такое царство должно наступить то почему об этом ничего не говорил Христос и ничего не говорили апостолы Почему об этом совершенно молчат Евангелие и все апостольские послания Почему на это нигде даже не намекается в бесхотологических речах спасителя и апостолов земного царства мессии ожидали иудеи ложно истолково ветхозаветнее пророчество мессии и его царстве они ждали земного владыку которая освободит их от римского ига и утвердит их царство над всеми народами от этого чаяния первоначально не были свободны даже ученики Христа так они говорили а мы надеялись было что он есть тот который должен избавить Израиля Луки 24 глава 21 стих такое ожидание иудеев и привело к тому что они не приняли Христа утверждающего духовное царство Христос прилагал много усилий чтобы разрушить ложную веру и в грядущее земное царство Божие и чтобы утвердить веру в царство духовное об этом пишет евангелист Лука быв же спрошен фарисеями когда придет царствие Божие отвечал им не придет царствие Божие приметным образом и не скажет вот оно здесь или вот там ибо вот царствие Божие внутрь вас есть Луки 17 глава 20-21 стих остается только удивляться как можно веруя словам Христа не придет царствие Божие приметным образом все-таки продолжать утверждать что оно придет приметным образом на тысячу лет о том что есть царствие Божие ясно и многообразно учит священное писание так Господь говорит царствие Божие внутрь вас есть Луки 17 глава 21 стих или царствие или царствие мое не от мира сего Иван Гриат Иоанна 18 глава 36 стих Ахилиасты говорят что оно будет от мира сего апостол Павел пишет ибо царствие Божие не пища и питье но праведность и мир и радость во Святом Духе Римлянам 14 глава 17 стих и рассматриваемый нами текст Откровения 20 глава с 1 под 6 стих не дает никаких оснований считать царство Христово недуховным но видимым об этом не сказано ничего Христос на кресте связал сатану изгнал его как князя века сего и основал свое духовное царство на земле свою церковь от пришествия Христа на крест и до явления Антихриста время духовного царства Христова каждый может принять это царство в свое сердце внутрь себя и царствовать со Христом над грехами и над всей вражью силой сейчас время благодати день спасения царства Христова в сердцах людей так и святой Андрей Кисарийский говорит мы принимаем и считаем тысячу лет за время евангельской проповеди с возгласом Христос царствует умирали первохристианские мученики на аренах амфитеатров в кончину века на краткое время сатана еще раз будет отпущен и утвердит свое царство в лице Антихриста Писание знает таким образом только две а не три фазы царствия Божия во-первых невидимое духовное царствие Божие в сердцах людей которые есть сейчас и во-вторых вечное царство славы которое наступит со вторым пришествием Христовым и кончиной века об этом так сказано и будет царствовать над домом Якова во веки и царствую не будет конца Луки 1 глава 33 стих апостол Петр говорит что через утверждение в вере откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа 2 Петра 1 глава 11 стих царство же которое дано не вечно а временно на тысячу лет неизвестно Писанию иудеи ожидая установления видимого царства Мессии не приняли Христа установившего духовное царство придет лже Мессия и создат царство видимое не примут ли его хилиасты не скажут ли что это это то что мы давно ожидали блажен и свят имеющий участие в воскресении первом человек духовно родившийся и воскресший от мертвых дел блажен об этом особенно говорит Господь в своей нагорной проповеди блаженны нищие духом блаженны алч плачущие блаженны кроткие блаженны чистые сердцем когда душа воскресает для Бога то испытать великое небесное блаженство когда же душа расстается с телом и переходит в небесные обители то это блаженство еще более усугубляется как и апостол Павел говорит для меня смерть приобретение филиппийцам 1 глава 21 стих отныне блаженны мертвые умирающие в Господе откровение 14 глава 13 стих поэтому и напутствует церковь своих покойников молитвой в облаженном успении вечный покой подашь Господи усопшему рабу твоему также сказано что воскресший духовно свят об этом пишет апостол Павел Христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы осветить ее очистив баню водную посредством слова эфесянам 5 глава 26 стих так через крещение это первое воскресение душа освящается и человек соделывается святым и апостол часто в посланиях именует верующих святыми воскресший духовно свят ибо отделен от мира умер для греха посвящен Богу и освящен благодатью Христовой а достойно прошедший земное поприще подвигом добрым подвижавшийся течение совершивший веру сохранивший 2 Тимофея 4 глава 7 стих восходит в небесный лик святых предстоящий Богу над ними участниками первого воскресения смерть вторая не имеет власти духовно воскресший побеждающий не потерпит вреда от второй смерти откровение 2 глава 11 стих не подвергнется вечным мукам ибо имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь Иван Гриотьянов 5 глава 24 стих таковы будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет смотрите толкование 1.6 когда же хелиасты подводят библейское обоснование своему учению что касается Нового Завета то дело обстоит таким образом текстов о тысячелетнем царстве и предварительном восхищении церкви нет но они берут свою уже готовую эксологическую концепцию и под нее подгоняют все места Писания берут места о пришествии Христовом и на каждой кабы навешивают ярлычок это о втором пришествии это о третьем это о четвертом также о воскресенье берут различные места и утверждают здесь о первом воскресенье здесь о втором здесь о третьем поэтому сектантским наставникам требуется часто немало усилий чтобы объяснить своим верующим в каком месте о каком пришествии и о каком воскресенье идет речь большое основание имеет христиасты через неправильное толкование различных ветхозаветных пророчеств о будущем царстве мессии при этом читаются такие места как Исайя 11 глава с 1 по 10 стих Исайя 65 глава с 18 по 25 стих Михея 4 глава с 1 по 8 стих Захария 14 глава 7 по 12 стих иудеи разумели пророчество о мессии и его царстве буквально что придет Христос освободить Израиля утвердит его царство над всеми народами и будет время великого благоденствия в этом великая ошибка синагоги приведшая к тому что иудеи не приняли Христа православная церковь объясняет эти пророчества как указание на Иисуса Христа из Назарета и на то духовное царство которое он учредил своей кровью соответственно эти пророчества Ветхого Завета объясняются духовно символически это не исключает однако того что некоторые пророчества действительно указывают на возвращение евреев на родину в кончину века и основание имя царства которое однако будет уже царством не Христа а Антихриста Хелиасты без всякого основания разумеют некоторое пророчество о Христе и о его царстве в духовном смысле например Даниил 2 глава 34-35 стих из 44-45 стих а другие места разумеют буквально как указание на благоденствие тысячелетнего царства таким образом Хелиазм есть нечто полуиудейское и полухристианское у нас нет возможности привести толкование всех этих ветхозаветных пророчеств эти толкования приведены в различных православных комментариях Библии и в толковании святых отцов на ветхозаветные книги кратко отметим как надлежит понимать например пророчества в Исаии 11 глава с 1 по 10 стих подобно этому должны толковаться и другие места и произойдет отрасль от корня Исеева и ветвь произрастет от корня его и почеет на нем дух Господень дух премудрости и разума дух совета и крепости дух ведения и благочестия и страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине и жертвам уст своих поразит землю и духом уст своих убьет нечтивого и будет при повесении чресла его правда и при повесении бедр его истина тогда волк будет жить вместе с сигненком и барс будет лежать вместе с козленком и теленок и молодой лев и волк будут вместе и молод дитя будет водить их и корова будет пастись с медведицею и детеныши их будут лежать вместе и лев как волк будет есть солому и младенец будет играть над норою аспида и дитя протянет руку свою на гнездо змеи не будут делать зла и вреда на святой на всей святой горе моей ибо земля будет наполнена ведением господа как воды наполняет море и будет в тот день корню Исееву который станет как знамен для народов обратятся язычники и покой его будет слава корень Исеев это царь Давид отрасль от ветви его Иисус Христос сын Давидов и почеет на нем дух помазание Иисуса Христа всеми дарами Духа Святого в крещении в Иордане и будет судить нелицеприятный суд Христов так он судил сам будучи на земле такой суд дал своей церкви и так будет судить сам всю вселенную и жежлом уст своих поразит землю суды которыми Господь наказывает народы и особенно в кончину века во время великой скорби и духом уст своих убьет нечтивого а поражение антихриста Христом во втором его пришествии и будет припоясание чрезвого правда и припоясание бедр его истина Христос говорил о себе я есть истина он во всем праведен и истинен тогда волк это о совершенном изменении нравов укрощение диких необузданных племен и людей бывшие в духовном нравственном смысле подобные диким и хищным зверям становятся тихими кроткими и незлобными как домашние животными такого действия христианства не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей святая гора это святая церковь Христова искореняющая всякое зло и вред ибо земля будет наполнена ведением Господа как воды наполняет море Евангелие Царствие Христово будет проповедано всем народом люди отстав от идолослужения познают истинного единого Господа и будет в тот день тот день день спасения и благодати корень Иисеев сам Господь Иисус Христос который воистину стал как знамя для народов евдеи не приняли Христа и вот к нему обратились язычники и именно среди языческих народов процвело христианство и покой его смерть Христа на кресте когда он упокоился от своего земного служения и жизни стал славой его крест прославил Христа среди народов великие мира всего имеют славу при жизни но упокоившись уходят в забвение а часто подвергаются и презрению Христос же наоборот при жизни был презираем а по смерти прославился крест не обесчестил его но прославил с чего начинается день с радостного жизнеутверждающего восхода солнца с пробужденного от небития ночи ликования природы потом зной день с его трудами к вечеру находят сумерки сгущаются тьма окутывает землю все засыпает и погружается в обрак весной земля пророщает чудные светло-зеленые растения благоухающие ароматами новой жизни радостью жизни веет от пробужденной после зимней спячки природы потом лето время созревания плодоношения трудов плодоношения трудов но вот наступает грустная осень исчезают соки жизни желтеют растения склоняют свои головы к земле вянут изгнивают все умирает в холоде зимы в жизни человека так же сначала цветущая юность со всей красотой силой и радостью потом годы зрелости и многих трудов и вот сильного могущего умудренного человека настигает старость сгибается спина трясутся руки морщины накладываются на лицо изменяет память гнетет к земле пока бездыханного и недвижущего не примет сырая земля природа погруженная в ночь надеется проснуться только на следующий день растения вновь оживут только в новом году человек воскреснет только в веке ином для мира иного таков закон привнесенный мир грехом в точных науках это формулируется как закон возрастания энтропии системы второе начало термодинамики все рождаясь умирает ибо сделанный грех рождает смерть Яков 1 глава 15 стих сначала утро свет и жизнь потом вечер тьма и смерть и причина тому грех разделивший тварь с творцом а потому все в мире заблуждается искажается застывает замирает гаснет такова и история человечества сначала был Эдем потом изгнание человека из рая и фактически вся история это история человека изгнанного из рая сокращаются годы жизни людей гаснут их физические силы растут нечестие заблуждение грех человечество все более и более удаляется в своем развитии от Бога уходит от Эдема из Эдема навстречу вечному мраку ада таков непреложный закон развития отпавшей от Бога тварей древнее человечество это хорошо понимало создавало свои мифы о бывшем некогда золотом веке оно не искало его в будущем оно видело его в прошлом это была своего рода еще не утраченная память древних Харая также среди различных языческих народов существовало деление истории на периоды означаемых каким-либо цветом белый желтый красный черный характерно при этом что начальный период у всех светлый как правило белый потом идут другие периоды а последний уже у всех черный все видели конец человечества в мраке бог же властно вторгся в эту печальную картину скажи им живу я говорит господь бог не хочу смерти грешника но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был чтобы люди шли не под гору но в гору надо их обратить прямо в противоположный путь ищущим по пути от жизни к смерти надо обратиться и пойти обратно от смерти к жизни для этого приходит Христос ибо не может падающее создание само собой начать движение вверх для этого нужна иная внешняя и высшая сила путь к свету и жизни уже не может быть совмещен с путем к мраку и смерти это путь совершенно иной противоположный вся земля в своем необратимом движении несется к смерти потому не должен искать жизнь и путь к ней на земле жизнь на небе в мире ином и путь к жизни это путь труда это путь туда христос вечный мрак обратившийся же от всего погибельного пути вошедшие в духовное неземное царство Христово войдут в его вечное царство славы ничего общего с этим миром не имеющим не имеющие эта земля пройдет и не будет ее в тот мир войдет земля новая Люцифер ангел света не удовлетворился своим положением но захотел быть подобен Всевышнему Исаия 14 глава 14 стих быть как Бог но он был за это низвернут архангелом Михаилом на землю и человека лукавый искусил тем же самым будьте как Боги бытие 3 глава 5 стих но не стали как Боги и потеряли рай так начался лукавый путь дьявола прослеживаемый в истории человечества низверженный с неба он обещает рай на земле потерявший Бога обещает сделать Богами свет именует тьмой а тьму провозглашает светом изданным из рая и идущим во тьму внушает что они идут от тьмы к свету самыми различными способами и формами он увыет людей от истинного Бога и обещает светлое будущее торжества жизни истины красоты света здесь на земле как некую движущуюся пружину он вложил идею светлого будущего на земле в противовес миру иному из которого сам низвернут в сознание всех народов рас и религий и эта идея движет людей грядущему царству на земле которое будет ничем иным как царством сатаны и антихриста люди идут в эту черную пропасть думая что идут к свету не желая увидеть ни вечерний свет иного мира день склоняется к вечеру а они все ждут света потеряв иной мир они в этом мире ожидают рая не видя света нетварного они очаровываются светом тварным поэтому совсем не случайным был в 14 веке спор о тварности или нетварности фаворского света тогда святитель Григорий Палама отстоял православное учение о нетварности этого света смысл в том что есть два мира а не один и истинный свет там где является сам Бог тварь идет к преображению только в том свете который есть сам Бог они замыкаются в прелести тварного света поэтому учение о тварности фаворского света это отпадение от Бога от света неба к свету земли к земному соблазну грядущее царство света на земле это и есть царство сатаны и идею об этом земном царстве света сатана в самых разных формах вложил во все религиозные философские и политические учения для каждого учения он выбирает наиболее соответственные и подходящие формы степень проникновения эта идея в разные учения различна ее опасность в том что воодушевленные ей люди думают что устремляются к свету а сами вместе с этой идеей идут в вечный мрак рассмотрим теперь подробно эту идею столь лукаво рассеянную в философско-политических учениях и государственных системах фристианстве и уаидаизме масонстве сионизме оккультизме ну все можно закончить тут иудейских ильязм все на этом закончу тут просто обрываем уже больше часа тут никак нельзя было вопрос один но потом я повторю стих писания да ничего если надо перережут ладно я тут даже не буду показывать ничего потому что слишком много на этом сразу заканчиваю